Уже не первый год отмечался в России праздник православной книги. Он был учреден в память того дня, когда появилась в истории России первая печатная книга «Апостол». Как во времена Ивана Грозного печатная книга постепенно начала вытеснять рукописную, так и сейчас компьютер пытается вытеснить печатную книгу. Привить современным детям любовь к чтению – одна из задач, которую ставят перед собой педагоги воскресной школы Казанского кафедрального собора Читы. Уроки в воскресной школе Казанского кафедрального собора в этот день были необычными. Сначала педагоги напомнили ребятам об истории праздника православной книги, а не простой подвижнической жизни первопечатника Ивана Федорова, который преодолел множество трудностей и испытаний, прежде чем была создана первая в истории человечества печатная книга – его легендарный апостол. Ну а затем уже и самим потомкам великого первопечатника пришлось показать, насколько берегут они наследие предков. Носил ли Пушкин шляпу? Кто изображен на портрете? Какой русский князь стал литературным героем? Не всякий взрослый ответит на вопросы, которые предлагались двум командам из десяти воспитанников воскресной школы. Однако ребята показали не только хорошие знания, но и прекрасные логические способности. Наверное, потому, что многие из них любят читать. Лев Николаевич Толстой, Пушкин, Есенин, Некрасов. Меня привлекает в русских писателях глубина смысла их рассказов. Мне больше нравится читать книги. Моя любимая писательница Юлия Кузнецова. Я люблю рассказы. Как ты думаешь, лет через сто книга утратит свое значение или все-таки она будет? Я наоборот думаю, что книга большее значение себе возьмет. Вопросы викторины касались творчества Пушкина, Чехова, Тургенева, Чуковского, Маршака. Детям предлагалось отгадать загадки и продолжить русские пословицы. Обе команды получили небольшие призы. Но главная награда, которую даже не осознали игроки, это пробуждение интереса к мудрой, глубокой, великой русской литературе. Ученики воскресной школы на самом деле проявляют интерес к чтению. И это получается, что для многих это уже удивительный такой факт. Мне кажется, что здесь, конечно, самый весомый вклад их школьные учителя вносят. Потому что мы даже сегодня в процессе игры видели, что они вспоминали произведения и авторов как раз школьной программы. Но в то же время нужно сказать, что на каждом уроке и занятии, которые в воскресной школе ведутся, у них это и закон Божий, и основы русской православной культуры, и церковно-славянский язык. Мы всегда стараемся напомнить им о каких-то произведениях. Тем более в год русской литературы. Мы и Пушкина вспоминаем, и Лермонтова. И вот сегодня мы вспоминали детских писателей. Поэтому, конечно, лепту определенную, важную воскресную школу тоже вносит. И это очень отрадно, что сегодня ребята такие знания показали. В этот же день педагоги познакомили ребят с новой необычной книгой, которая появилась в библиотеке Кафедрального собора. Сегодня в дар библиотеки была передана уникальная книга. Эта книга называется «Первая забайкальская казачья дивизия в Великой Европейской войне». Автор – сам генерал Иван Федорович Шильников. Передала эту книгу сюда родственница генерала. Впервые книга генерала Шильникова была издана в Харбине. И вот современное репринтное издание, рассказывающее об истории 1-й забайкальской казачьей дивизии. В книге имеются не только ценные исторические сведения, но и уникальные фотографии, как, например, фотография, подаренная генералу самим Николаем II в дни пребывания в Забайкалье. Продолжение следует... Продолжение следует...